Ну что друзья, встречайте, Минако Фокс, черный лис. Сегодня мы будем снимать обзор на него и тест-драйв. Поехали! На нашем канале мы бренда Минако не снимали, это первый велосипед и мы начали с новинки. Сегодня мы поговорим об этом фэтбайке. Он у нас с вами моноприводный, задний привод, редукторная система. По гравировке на мотор-колесе 240 ватт. По заявлению производителя сам редуктор под киловатт, то есть 1000 ватт. Максимальная скорость заявляет производитель до 50 километров и на одной зарядке проедет до 60-70 километров, опять же, в зависимости от веса райдера, манеры езды и погодных условий. Также хотел обратить внимание, что данный велосипед вставляется в двух модификациях, это с двумя видами аккумуляторов. На 48 часов на 23 ампер часа, мы сейчас этот фэтбэк обозреваем, а также есть уменьшенная модификация на 15 ампер часов. Также, как и на других велосипедах, если вы помните, мы снимали обзоры на велосипед импульс, есть он модификация на литых дисках и на спицах. Здесь то же самое, есть на литых дисках, что вы сейчас видите перед своим экраном, и также есть на спицах, вы сейчас видите на экране, как выглядит этот велосипед. Давайте перейдем к основному моменту, к аккумулятору. Данный аккумулятор, как я сказал ранее, на 23 ампер часа, 48 вольтовый. Он у нас с вами быстросъемный, находится у нас вот здесь, между получается рамой. Сразу хочу обратить внимание, на самом момент очень немаловажный вес этого велосипеда, прошу прощения, составляет 33 килограмма. Это немало, согласен, потому что в основном делают из алюминия велосипеда, в данном случае он сделан полностью из стали. Плохо ли это, хорошо, оставьте свои комментарии, но мое мнение сугубо, что это достаточно неплохо. Почему? Потому что мы с вами сейчас смотрим не классический формат велосипеда, а фэтбайк. Он подразумевает собой смежный формат езды, это как и по городу, так же и по пересеченной местности. А когда мы с вами ездим по пересеченной местности, то здесь у нас с вами что? Конечно же, это неровности, это большие преграды, ямы, бугры и так далее. В этом случае, конечно, конструктив должен быть мощный. И в этом плане Минако молодцы, я считаю, угадали и создали такой вот велосипед. По весу, конечно же, многие скажут, немало, я с вами соглашусь, 33 килограмма это немало, но, тем не менее, плюсы, какие я вам озвучил. Давайте попробуем снять этот аккумулятор и покажу вам, как он снимается. По мне, на самом деле, сразу это небольшой такой минус, почему? Потому что быстросъемность аккумулятора подразумевает собой, конечно, что то, что его можно снять и поставить, это можно. Но здесь, конечно, небольшие есть усилия и небольшой, скажем так, дискомфорт. Повернули, отключили питание, справа у нас есть кнопочка включения и отключения питания, так же, как разъемы гнезда для зарядного устройства. Вот здесь, с правой стороны, мы видим, да, кнопочку включения. Все, аккумулятор включен, можно готовиться к езде. Здесь отключен и гнездо для зарядного устройства. С левой стороны у нас с вами ключ, ключ повернули, наверх немножко дернули, аккумулятор, все, аккумулятор снят. На самом деле, это уже четвертая попытка, поэтому получилось быстро. Вот, давайте попробуем его засунуть обратно. Ну, так как я и сказал, это четвертая попытка, поэтому у меня относительно получилось бы это быстро сделать. Ну, приноровиться можно, но по мне, конечно, было бы удобнее как-то где-то разместили бы в другом месте, скажем так, либо как-то подход был бы поудобнее. Но, тем не менее, что имеем, то имеем. По весу, сразу вам скажу, тоже сравню, есть на спицах, есть на лите, который мы смотрим, вес у них практически одинаковый. То есть, если мы на спицах 32, 700 он весит. Если конкретно эта модель без аккумулятора, вес 33 килограмма. Соответственно, в зависимости от емкости аккумулятора вес может отличаться. Давайте измерим вес велосипеда. Сейчас стану я на весы. Ну, 78 килограмм. 119. 78. И 119, да? 41 килограмм. Это вместе с аккумулятором на 23 Ач, который стоит. Сейчас мы снимем аккумулятор. 6,8. То есть, у нас был 41 килограмм. Минус 6,8. 34 килограмма. Слушай, что-то в заблуждение. Вели немножко. Давайте поднимем еще раз сейчас велосипед, просто попробуем. Итак, 78 килограмм вешу я. И теперь мы поднимаем велосипед без аккумулятора. 112. Ну что, 34 килограмма, да. Немножко вас дезинформировал. Заявлял производитель 33, по факту 34. Поговорим с вами о подвеске. Передняя подвеска, она отличная. Честно скажу, я покатался уже на велосипеде. Отрабатывать великолепно, вопросов к ней нет. Есть подвеска, вопрос к задней подвеске. Она здесь тоже имеется. Находится у нас вот здесь. Она идет у нас с вами пружинного формата. Также здесь у нас стоит бачок. С нипперем. То есть по, опять же, всем показателям его можно подкачать. Ну и, соответственно, регулировать подвеску. По ощущениям скажу так, что задняя подвеска, она стоит. А такое ощущение, что ее нет. Не знаю, как будто псевдоподвеска. То есть, либо она жесткая. Не отрегулирована. Давайте попробуем нажать. Спускает, не спускает. О! Слышите, да? Все. Друзья, на самом деле, все, как и сказал. Воздух был. То, что я его спустил. Поэтому это подвеска с регулировкой. Так, как у нас подъезд отрабатывает на лежачем полицейске? Опа! Передняя отлично, задняя не вот. Такая же история. Сейчас приспустили. На улице что-то подморозилось, друзья. А, вот. Немножко помягче стало, кстати. Но опять же, смотрите, какой момент. Видите? Чуть наверх приподнимаю. Здесь у нас с вами ход. Люфт. Со временем он станет больше однозначно. Посмотрите, сейчас. Сейчас. Вот поработать чуть-чуть. Вот, видите? Вот здесь у нас с вами. И вот здесь. Здесь больше ход. Здесь поменьше. Здесь практически. Да, видите? Итак, люфт вы видите сами. Он есть. Небольшой. Но со временем он станет намного больше. Поэтому мое мнение, что здесь вообще в идеале, конечно, другой амортизатор поставить. Будет получше. И вот эта система, конечно, у меня будет. Аминако обратная связь. Вот, конечно, я как понимаю, что это сейчас пока первая такая партия заказана. Но вот в следующей партии я бы стоял, конечно, проработал бы эту систему подвески и сделал бы немножко другого формата. Давайте дальше поговорим с вами о сидушке, который на самом деле, я считаю, немаловажный минус в этом прекрасном велосипеде. То есть вот я сажусь, у меня ростовка метр семьдесят восемь. Вот я присел. В принципе, нормально, удобно. Но если я хочу крутить педали, у меня все. Видите сами, да? До конца нога не сгибается. То есть, соответственно, крутить педали для коленок это очень-очень комфортно и мне просто некомфортно. Если человек будет ростом выше, то, соответственно, друзья, вы знаете, что вам просто этот велосипед не подойдет от слова совсем. Также еще какой минус? Это само сидение. Оно достаточно жестковато. И вот та же самая подвеска, которая сейчас, кстати, стала чуть-чуть получше отрабатывать после того, как я приспустил баллон. Но, тем не менее, она жестковата. Не переключайтесь. Мы сейчас сравним этот велосипед. Еще сделаем сравнение небольшое с Sitsiba импульсом, потому что они очень схожи. Плюс какой? Плюс то, что здесь хороший высокий вынос руля. По мне, вот очень удобная посадка, опять же, да? Вот присел. Удобно. То есть, опять же, если сравнивать там с велосипедом, тем же самым импульсом, у нее немножко короткий, да? То есть, не очень так прям. Мне комфортно, да? То есть, но, опять же, вот такой руль, он, скажем так, 5 из 5. По мне, прям вот отлично. То есть, плюс Foxy. Система управления. Тормоза гидравлика ставить стандартно. То есть, здесь маркировки никакой нету, но похоже на нут, который ставится на велосипедах, на самокатах, КСОД, которые многие используют также на самокатах и велосипедах. То есть, в принципе, к ней вопросов здесь нету. Обычно хорошая гидравлика. Система управления. Здесь все стандартно. Ручки, грипсы. Я бы, конечно, поменял бы. Они здесь такие, вот если просто без перчаток взять, ну, проскальзывают. То есть, я бы грипсы поменял бы однозначно. Система управления. Стандартно. У нас с вами сейчас вот кнопку М мы сейчас включим с вами. Не включим, потому что я не включил питание на аккумуляторе. Вот. Кнопка М. Ботовой компьютер удерживаем. Все, он включился у нас с вами. Здесь у нас режимы переключения скоростей. Их всего лишь пять. Здесь у нас включение фары. Сейчас вы увидите, как темное время суток он светит. Ну что, давайте с вами посмотрим, как фара Fox светит. Смотрите, в принципе, достаточно кучная. То есть, большого освещения, такое яркое, то есть, он не берет. То есть, большой обзор освещения. Но при этом четкая граница, она присутствует. Я бы в любом случае поставил дополнительную фару, чтобы освещение было, оно лучше. Все, он погас. И вот для сравнения импульс. Импульс, конечно, здесь оно по освещению еще похуже, чем у Fox. То есть, он более рассеянный, кучность у него по центру она есть, слабая. Но и такая граница, вроде она и есть, и вроде ее нету. В общем, друзья, на обоих случаях фары дополнительно я бы ставил. Но если сравнить с Fox, у Fox, конечно, фара штатно получше. Электронный сигнал. Ну, сигнал так. Конечно, мне такие гуделки не очень нравятся. Такие слабые. А тумблеры-поворотники? Поворотники, кстати, если сравнить с какими-то другими модификациями или конкурентами, по мне достаточно хорошо сделали и поставили. То есть, видно, будет в темное время суток. Вопросов здесь нет. С правой стороны у нас механическая система управления скоростей. То есть, Шамана, 7 скоростей, 7 звездочек. То есть, крутить педали, пожалуйста, захотели спортом позаниматься, покрутили педали. Вот вам счастье. Стоит металлический багажник для заднего пассажира. Протру, потому что здесь у нас с вами уже я покатался и вы наглядно видите здесь, что все, что на земле, если вы едете в сырое погодное время, а все, что на асфальте, у вас будет на спине и на крыле вы это видите. Насчет крыльев я вам говорил, обратите внимание, видите, что с моей спиной произошло. Но касаемо крыльев, ясное дело, что здесь все грязно, все мокрое. Вы сами все видите наглядно. В общем, вот такая беда с крыльями. Их надо дорабатывать, а вообще по-хорошему надо другие крылья ставить. Присяду. Ну, в принципе, мне нормально. Но только, конечно, для пятой точки я бы поставил какую-то мягушку, потому что пятая точка будет некомфортно. А с точки зрения именно посадки, нормально, удобно, сели, поехали. Только колеса накачайте обязательно, чтобы давление было соответствующее. Что хочется сказать о крыльях. О крыльях здесь у нас с вами каратыши. Однозначно нужно менять. То есть вот эти стоки снимайте, продайте их на вид, я не знаю, и купите себе большие. Или можете у нас при заказе обратиться в наш магазин. Подберем вам подходящий вариант. Поставим побольше, чтобы закрывалось все это дело. Потому что вот сейчас в стоковом варианте, как оно есть, это не дело. Все будет лететь вам на спину, спереди, на ноги. Ну и, соответственно, приехали сразу домой, все на стирку и так далее. Колеса. Колеса стандартные, 20-дюймовые, пневматические, хорошие, старые, добрые, которые используются на всех модификациях фэтбайков. Это и H1 Pro, и Dual, и Succuba, и Impulse. То есть все эти модификации одинаковые, камерные. В принципе, здесь к ним вопросов нет. Что касаемо спицы, либо литье. Друзья, здесь на ваш выбор, что вам по душе, визуально, что нравится. Скажу свое мнение сугубо, дальше принимать решение вам. По мне спица будет понадежнее. Почему? Потому что если вы там едете на скорости или где-то по пересеченке, попали в яму. Не дай бог погнули обод или еще что-то. На спицах это в большинстве случаев можно реанимировать, восстановить и сделать в ободах, литье. Здесь у нас с вами в большинстве случаев это просто сняли, выкинули, модульная замена, ну, соответственно, ваши дополнительные затраты. Визуально, безусловно, мне нравится литье. С точки зрения практичности, да, спицы старые, добрые, проверенные, надежная, безотказная история. Что касаемо тормоза, гидравлика понятна. Стоят 160-е тормозные диски, калиперы, посадка, вполне нормально, хват хороший, тормозной путь тоже великолепный. Здесь вопросов нету. Что касаемо, хочется еще сказать, кстати, друзья, о штатной гидроизоляции. Данный велосипед с завода идет очень хорошая гидроизоляция. Как он собран, как он сделан, да, то есть, по мне, сделан он отлично и все продумано. То есть, даже вы видите, здесь вот на руле много проводов, все вкупе, да, то есть, как-то можно было, конечно, и поаккуратнее, можем здесь оплетку доделать до конца. Я думаю, что, опять же, обратная связь для Аминака, чтобы доработали вот эти вещи, да, то есть, и все посадили в оплетку, и было красиво, гармонично. Опять же, видите, все соединения, они все герметично, все закрыто, то есть, вода сюда не попадет, и ничего вашему устройству с велосипеда не будет. Что касаемо контроллера, контроллер у нас находится под аккумулятором. Вот здесь у нас идет аккумулятор, вот здесь идет такая у нас металлическая вставка, мы ее разберем, сейчас покажем вам контроллер. Ну что, сейчас снимем контрольный отсек, посмотрим. Видите, все, оно здесь в этой области мокрое, покатались, посмотрели, посмотрим, что сейчас внутри. Так, смотри, у нас все сухо, здесь крышка, крышка у нас обычно, кстати, металлическая, без вентиляции, без охлаждения. Вот у нас контроллер идет. Провода. Кстати, провода хорошо уложены, хорошо тоже также защищены штатно, заизолированы, в принципе, здесь вопросов нету тоже, касаемо воды. Только вот силовой кабель, который идет, питание, его залить компаук там, защитить, то есть и все. Здесь, кстати, здесь тоже, посмотрите, здесь все залито. То есть, кабель, который выходит, ну, 3D контроллера, здесь тоже все залито. Здесь, например, да, у нас провода уходят, то есть вода, если она будет попадать сюда, она тоже может попадать, да, ну, тяжеловато ей попасть сбоку, но, тем не менее, если она сюда попадет, она проходит по этой трубе у нас, по раме, да, самой, и выходит вот здесь, то есть, снизу контроллера, контроллер у нас вот до сюда доходит, то есть, соответственно, в контроле ничего попадать не будет, ну, и, соответственно, все выходит, все защищено. Но единственное, что вот как раз вот то, что конденсат может быть, вот это да, в этом случае лучше обработать платы и дополнительно защитить. Ну, а так, сами все видите, все сделано очень хорошо, на высоком уровне, за это прям 5 баллов. Есть моменты небольшие, незначительные, над чем поработать. Друзья, обращайтесь. В общем, можно сказать, что полноценно велосипед будет защищена у вас практически от влаги. Ну, а вот нас бонусом, мы заизолируем здесь все, что нужно, необходимо по мелочи, мы это сделаем бонусом нашим клиентам, которые закажут в нашем магазине данный электровелосипед. Характер у этого велосипеда заслуживает отдельного внимания. Динамика не с одним из велосипедов, ну, если, наверное, не посчитать, наверное, с полноприводным, полноприводный H1 Pro Dual, который я снимал, пока, наверное, мне не один из велосипедов, который вот я тестил, так не зашел, как дуэлл зашел полноприводный. Но, тем не менее, вот этот вот велосипед, ну, по ощущениям, перебил вот эти вот чувства, знаете, когда вот в детстве, да, вот это вот ощущение, как сказать, счастье, радость вот этой детской, да, когда вот эта вот эмоция вызывает. Он перебил импульс, потому что здесь контроллер стоит на 35 Ач, то есть он штатно стоит даже на 15 Аккумуляторе 35 А, и на 23 Ач, тоже такой же контроллер. А на импульсе, вы помните, там стоит на топовой модификации 28 А, то есть динамика, она отличается, оно есть, и максимальная скорость, то же самое. Скорку 42, 43. Дальше мне не удалось, но сейчас мы замерим еще скорость обязательно. Так, выходим напрямую. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Прямая, 51 максималка, есть контакт. В общем, 51 километр, друзья. Я считаю, отличный результат для формата подбайка. Отлично едет, тянет, держит дорогу, тяговидности хватает, поэтому я считаю, что именно замер скорости с тяговидностью прошел тест, ура. Ну что, давайте с вами сейчас я подкачу импульс и вам просто покажу небольшие там сравнения, сделаю. Ну что, смотрите, касаемо моментов, чтобы вы не думали, что там сейчас реклама Minako идет, да, то есть, безусловно, Minako хорошие велосипеды делает, но, опять же, есть недочеты, о которых мы с вами говорим в этом видео. Это подвеска жестковатая по мне, это сидение некомфортное, которое в том числе не регулируется по высоте. Подвеска передней, вопросов нету. Теперь переходим на импульс. Присели на импульс, подвеска, чуть-чуть даже нажимая, смотрите, видите, да, как он плавает. Вот, отрабатывает, то есть, здесь вообще комфорт, здесь вопросов нету. Мне прямо вот здесь 5 из 5. Передняя подвеска тоже, она регулируется так же здесь. Она здесь отлично, все, вопросов здесь нету. Касаемо руля, здесь, конечно же, руль, безусловно, он практически прямой, то есть, немножко, скажем так, посадка будет такая более спортивная, более в напряженном формате. Здесь на релаксе, как и на Харлее, можно сказать, на Чопере, руль здесь, конечно, преимущественно больше. Опять же, там, с вами, если говорим, дисплей, дисплей отличаются. Здесь по информационе, мне кажется, как будто бы, и такой цветной, интересный, ну, побольше дисплей сам по себе. По комплектации, зарядное устройство, инструкция на русском языке, ключи и сумка. Сумочка, в которую можно положить зарядное устройство, либо какую-то маленькую ручную кладь, потому что много сюда не поместится. Трехамперная зарядка, 23 ампера аккумулятор, в принципе, по времени где-то в районе 8 часов полностью зарядка будет. Ну, на 15 ампера, это у нас с вами 5 часов. Ключи, кстати, ключи, как помните, в советское время старые велосипеды были, вот, ясна, каму, вот это, да, по крайней мере, лично у меня, в таком, в кожаном футляре, такие вот ключи были. Вот мне что-то детство напомнило. Вот такой ключ в облекте. И инструкция на русском языке. Руководство эксплуатации полностью, все оно здесь указано, гарантия. О, кстати, смотрите, интересно, сделано правильно, молодцы, ребята, доработали. Все идет полностью описание по характеристикам, по настройке бортового компьютера. Я считаю, что это дополнительное преимущество, потому что многие задают вопросы, здесь у вас уже все ответы есть. Гарантия 12 месяцев. Давайте с вами сейчас покатаемся, посмотрим, как подвеска отрабатывается на лестнице, съедем и заедем, вы сами увидите наглядно. Ну что, поехали. Газ не нажимая, просто кручу педали, посмотрим, как система ассистент работает. Первая скорость. Все, подхватил, поехал. Переключаем вторую скорость. То же самое. Третья скорость. То же самое, все едет, подхватывает. Четвертая. Тоже. Ну, в принципе, все пять скоростей, да, все тянется, система паса отрабатывает, все великолепно. Вопросов здесь нету. Давайте сейчас отключим бортовой компьютер и посмотрим, как он работает просто на педалях. Удивительно. На самом деле, ход, сейчас скорость у меня вторая. Ход достаточно относительно легкий для фэтбайка. Великолепный даже, я вам сказал. Но, как я говорил ранее, мне некомфортно из-за того, что низкая посадка, регулировки нет, у меня ноги на коленке начинают... Ну, дискомфорт просто, не передать, наверное, словами. Потому что, когда правильно посадка, ноги должны быть вытягиваться до конца, разгибаться. А тут у нас с вами, получается, они постоянно в напряжении. Мне это не очень удобно. Но, опять же, если человек будет с ростовкой меньше, то будет отлично. Давайте сейчас едем с вами с лестницы и посмотрим, как подвеска отрабатывает. И давайте заедем. Ну что, здесь по динамике эта лисичка, как говорится, вопросов нету. Заезжает вообще проблем нету. И там мощности хватает с их вой. Но подвеска слабая задняя. Все отдает в пятую точку. Это сама пружина, не очень правильная, я считаю. Ну и сама система сидушки, вы видите сами, да, то есть она достаточно жесткая. И плюс она не амортизационная. То есть все вот эти факторы и они дают, скажем так, создают дискомфорт езды для водителя. Технические характеристики вы сейчас можете видеть на экране. Мощность, максимальные его параметры и его возможности. Поехали сейчас на сугробах покатаемся, посмотрим. Да, коркань, да, заносит моментально. Да, урывается. Зарылся. Продолжение следует... Ну, друзья, как сказал, что динамики здесь более чем достаточно. Поэтому именно с точки зрения динамики, скорости, по мне, экзамен он сдал. Минусы у этого велосипеда есть, я не сказал. Ну, а что думаете вы? Оставьте свои комментарии. А с вами был Станислав. Жду на тест-драйв. Пока-пока.